Здорово! Прежде чем смотреть это видео, в котором ты увидишь Макса Красочкина, это мой сенсей, мой наставник, отчасти один из моих духовных учителей. Следующая информация. Значит, смотри, я хочу пригласить тебя на тренинг, который будет в ближайшее время в Москве, очередной тренинг практика. И пару слов об этом. Мы в моем проекте давно уже ушли за рамки пикапа, в классической формулировке, как просто съема телочек и так далее. 30% группы 40 с плюсом – это состоявшиеся во всех отношениях мужчины, которые пришли решить какие-то свои проблемы с личной жизнью, кто-то найти себе жену, кто-то погулять и так далее. Очень большая доля тренинга состоит из глубокой психотерапии, то есть очень многие задания и занятия, то есть то, чем мы там занимаемся, оно связано с проработкой твоих детских страхов, негативных убеждений и всего того дерьма, который мешает тебе комфортно и легко общаться с девушками. То есть по большому счету девушки – это следствие, да, то есть мы же все понимаем, что женщины не самое главное в жизни, это то, что должно быть must-have, то есть просто у людей это вызывает столько переживаний, столько боли, столько проблем, потому что у них этого нет. То есть девушка или любимая женщина или там женщины вокруг, они должны быть как само собой разумеющиеся, потому что, ну, ты же хочешь быть счастливым. И для этого мы пригласили Максима Красочкина в этот раз, мы регулярно приглашаем каких-то спикеров, которые занимаются, скажем так, проблемами с сателлитами, потому что это не только техника, как подойти, что сказать и так далее, это в первую очередь работа с твоей головой. И для того, чтобы ты получил качественный результат, мы очень качественно прорабатываем все, что есть в твоей голове, все, что тебе мешает. Итак, значит, смотри этот видос. В ближайшее время стартует тренинг-практика в Москве. Для того, чтобы записаться на него, ссылка под этим видео. Оставь заявку, с тобой свяжутся, пройдешь собеседование, и мы с тобой увидимся на тренинге, где вместе будем делать практические задания. И это будут самые невероятные, самые насыщенные, самые эмоциональные, самые тяжелые и самые полезные 4 дня, 3,5 дня, которые были в твоей жизни. Больше 80 девушек пройдет за тебя в формате тренинга. Остается только позвонить и приехать. Все, пока. Давайте я расскажу, как у меня это было, какую пользу мне принесла духовная практика. Окей, есть медитации. Какой нахер практический смысл от медитации? В принципе, когда я начинал, мне хотелось следующее. Я не думал, медитация, не медитация. Мне нужна была энергия. То есть я говорю, я хочу энергию для того, чтобы как можно больше трахотелок, чтобы их соблазнять, не знаю, там взглядом. Было у вас такое, что вы там взглядом могли девушку позвать или еще чего? Значит, есть энергетика? Есть энергетика? Да. Наверное. Наверное. Вот. Ну, смотря, в чем измерять. Смотри, поэтому твои вопросы начинаются вот отсюда. Значит, поехали. Мне было интересно просто количество женщин в моей койке. И вот что-то с этим связанное. Значит, я медитирую, медитирую, медитирую. Приходит энергия. Что такое энергия? Что такое в моем понимании энергия, чтобы вы знали? Энергия – это не то, что я много действий делаю. Это не то, что я там суетной, как будто бы я принял какие-нибудь таблетки быстродействующие. Энергия – это спокойствие, восприятие Януш Корчак. Это известный детский психолог, который там писал сказки, и которого забрали в Треблинку, это концентрационный лагерь, и который вместе с детьми зашел в газовую камеру. Значит, представьте себе, то есть стоит психолог, у него на руках один ребенок, и он ему рассказывает сказку. Стоит рядом еще какая-то группа детей, и он их успокаивает. К нему подходит немецкий офицер и говорит «Здрасте, я знаю, кто вы такой, я читал ваши сказки, вы можете идти». Он говорит «Чувак, я их не брошу». То есть это чувак, который абсолютно спокойно идет на смерть, зная, что ожидает, идет вместе с детьми на смерть. Это энергия. То есть спокойствие, есть жизненные вызовы, и спокойствие, восприятие различных жизненных вызовов – это энергия. Чем больше у меня энергии, тем более сложные жизненные вызовы я воспринимаю спокойно. В моем понятии это вот так. То есть сила духа, другими словами. Значит, и медитация, она это дает. То есть я начинаю заниматься, я начинаю заниматься постепенно. У меня происходит следующее. Еще одна метафора, чтобы вы понимали, что это такое. Человек. Представьте себе такой кристалл. Представьте себе лазер. Что такое лазер? Это некий кристалл. Если устройство брать, то у него с одной стороны линза непрозрачная, с другой полупрозрачная. Запал и система, которая поднимает атомы, поднимает электроны на высокий энергетический уровень. Затем при помощи запала, короче, все это дело, электроны падают на стабильный уровень. Вот эта разница в энергии, она в виде излучения начинает внутри кристалла многократно отражаться до тех пор, пока не выходит через единственную точку, которая узко сфокусирована вдоль оси кристалла. Если кристалл чистый, если в нем нет примесей, то все это происходит легко. Если в кристалле есть примеси, тогда энергия бьется о частичке грязи, назовем это грязь, отдает туда свою энергию, частички грязи начинают разогреваться, и если кристалл достаточно грязный, то его может, он разогревается и его может порвать, он взорвется. Если вы, как человек, имеете частички грязи, частички грязи, ревность, злость, собственничество, страх, жадность, то есть что-то такое, что включает, не включает, это производит ваши эмоции и чувства. Если вы влюбляетесь в девушку, если увидите девушку, если у вас есть ревность, вы становитесь более ревнивым. Если с ней что-то не так, если она задержалась, если там она смеется где-то, на вас поглядывает, ваша ревность начинает в вас кипеть. Чем сильнее вы ее любите, тем больше энергии производите, и тем больше вас колбасит. Может, инстинкты это просто? Сейчас, секунду. Тем больше вас колбасит. Согласны? Согласны. И тогда человек делает следующие вещи. Он ограничивает в себе энергию, то есть он себя ужимает для того, чтобы не испытывать вот этих самых сильных эмоций. Медитация – это процесс убирания грязи. Когда вы грязь потихоньку убираете, 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 вы становитесь более чистым, как кристалл, и вы можете пропускать через себя большее количество энергии. Значит, я начинаю медитировать, я начинаю из себя убирать все вот эти вот вещи. На тот момент у меня уже был достаточно серьезный опыт и знакомств, и соблазнений, и всего остального. Но у меня при взаимодействии с женщинами, то есть негативные паттерны, они все равно включались. И вот, короче, я их потихоньку вычищаю, 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 и я становлюсь просто спокойным и раскрытым чуваком. Спасибо. Я в целом, то есть, ну, я от женщин ничего не ожидаю. То есть я делаю то, что хочу. Я проявляю себя так, как хочу. И вокруг меня образуется группа девчонок. То есть если раньше до этого у меня там три девчонки или пять девчонок, и это была головомойка и геморрой, то когда я чистый становлюсь, вокруг меня их образуется 20, и это становится очень легко и спокойно. То есть если три, то я одной сказал одно, другой другое, мне нужно постоянно помнить. А тут, короче, я нахожусь в любви к себе, я себя люблю, я проявляю себя так, как хочу, и людям от этого еще больше нравится. То есть ко мне наоборот, ну, то есть я становлюсь как магнит. Ко мне приезжают какие-то, кто-то замужем, кто-то с кем-то я просто сексом занимаюсь, кто-то красивая девчонка, то есть я от них ничего не требую. У меня наоборот, то есть у меня... Я сижу, короче, ну, я сижу с девчонкой, общаюсь, мне звонит другая. Я беру прям при ней трубку, снимаю, короче, и спокойно разговариваю. Говорю, слушай, тут хотят приехать. Она говорит, да пусть приезжает. Бах, приезжают, короче, девчонка, общаются. Ну, то есть на востоке притча, да, что лодка пересекает бушующее море. Если в лодке есть, ну, становится, то есть паника, да, люди боятся умереть, но если в лодке есть хотя бы один человек, который сохраняет присутствие духа, который спокоен, спокойно командует, всем говорит, что делать, то все остальные тоже успокаиваются. Вот вы становитесь вот таким самым человеком, который сохраняет полностью присутствие духа. То есть девчонки, они перестают ревновать друг к другу. То есть из-за того, что вы спокойны, все вокруг вас тоже успокаивается. Вы получаете ту личную жизнь, которую хотите. То есть у меня до этого, я на самом деле осознал, что я всю жизнь хотел только одного. Я хотел быть самим собой, чтобы меня любили женщины. Чтобы я был таким, какой я есть, не показывал себя каким-то, не показывал себя мужиком, не показывал себя веселым, когда мне грустно, не показывал себя богатым, когда у меня нет денег или еще что-нибудь. То есть быть, а не казаться. Чтобы я был таким, какой я есть, и меня принимали, и меня любили. И я оказался вот в этом состоянии. Я спокойный, я такой, какой я есть, я себя люблю, и меня тоже начинают любить. Сейчас я закончу, вот у меня последние, последние два слова. И у меня выстраивается система, где у меня 20 девчонок, которые борются за мое внимание. С кем-то я просто хожу в клуб, с кем-то я просто тушу. У меня 8 в отношениях, ну то есть мы с ними там как-то более плотно, более плотно варимся. И появляется 9, и я понимаю, что я ее люблю. Я понимаю, что, ну то есть вот, я тогда еще не знал, что это мать моих детей. Я просто понимаю, что меня к ней тянет больше, чем к остальным. Я сижу на Казантипе, у меня с одной стороны девчонка, которой 22 года, которая танцует на главном танцполе. С другой стороны там 18 лет, мы сидим пьем шампанское, провожаем солнце. А я понимаю, что я скучаю по той, которая осталась в Москве. И потом, то есть мы встречаемся, и у нас там пошел роман. Сейчас я с ней живу, у меня сейчас с ней ребенок, все такое. Теперь я готов к вопросам. Вот у меня вопрос, ты сказал, что ты пришел к такому состоянию, когда ты себя любишь, принимаешь таким, какой ты есть, без надевания масок, без вот этой вот фигни. У меня просто такая тема есть, ну не до конца проработанная. У меня вопрос как-то к этому пришел, то есть благодаря вот медитациям, вот этим вот сатори, по-моему это называется, или благодаря чему-то еще, и сколько по времени вообще это занимает, вся эта история? Значит, процесс индивидуальный. У меня это заняло примерно полгода, то есть полгода активных медитаций. Значит, что нужно? То есть необходимо две вещи. Необходима техника, которая будет приводить вас в состояние духа, в состояние любви к себе. И для этого я использую вот японский дзен. И в моем понимании самая лучшая техника на сейчас, это, ну то есть я сейчас называю это интенсив, я сейчас их переделал, то есть до этого это был сатори, да, сейчас я переделал эту практику, сделаю помощнее. Чуть помягче с одной стороны, но с другой стороны, то есть более адаптированная она для современных людей. Вот, Володя на ней был. Три раза. Три раза. Вот, необходим инструмент, которым вы приводите себя в порядок, это раз. И второе, нужно выходить из этого контекста, ну то есть выходить и в этом состоянии общаться с девчонками, сохраняя состояние. А можно я, Макс, расскажу. Это вот тебя касается, Саня, ну и всех остальных про сатори, потому что Макс сейчас будет про это рассказывать. То есть он что-то свое расскажет, я просто переживаю, что это мне дало, да. Ты про это состояние любви и так далее. У меня его никогда не было, не хватало, и вплоть до того, что, как бы, если ты так живешь с раннего детства, то ты даже не можешь идентифицировать его, понять, как, ну, как, блядь, грубо говоря, ты прокатился на тачке, ты понимаешь, как это пиздато, и ты хочешь эту тачку купить, ты помнишь эти ощущения. То есть ты знаешь, куда тебе надо идти. А тут я даже не знал, как выглядит эта любовь к себе, потому что, блядь, я ее реально никогда не испытывал. То есть что мне дало саторить, то есть у меня было, ну, я был три раза, в каждом было по-своему, но у меня, скажем, приходили те состояния, вот охуенные состояния, то есть они для меня настолько новые, что когда ты первый раз испытываешь что-то, ты не можешь это идентифицировать, то есть ты не можешь это назвать каким-то человеческим словом, потому что ты не понимаешь, что это за хуйня, но оно настолько, вот именно на уровне ощущения прикольное и пиздатое, что, ну, как бы, невероятное ощущение, да, то есть вот они там приходили, эти состояния, и как бы, что мне это дало, после этого я хотя бы понимаю, как это как тест-драйв, понимаешь? То есть я, как бы, понимаю, блядь, это было так пиздато, я хочу это испытывать чаще, больше, там, ну, еще регулярно, и вообще в этом жить. И это вот такие состояния, которые тебе, как бы, дают почувствовать, как это так, когда ты себя любишь, блядь, просто, потому что ты есть вот все, то, что я хотел вставить. Мак, спасибо за лекцию, меня зовут Раф. У меня два вопроса, первый вопрос, дай, пожалуйста, практически какие-то первые шаги, мы тут через три дня все, не знаю, разъедемся, разлетимся, с чего начинать медитацию? Я понимаю то, что это важно, но вот эти первые шаги, с чего начать? На саторе я пока не доеду, возможно, в будущем, но вот первые шаги. Это вопрос номер раз. Вопрос номер два, он такой актуальный, я слышал недавно про, ты слышал про NoFap движение? Вот на Западе оно популярно, то есть, да, люди не дрочат. Здесь, вчера, когда мы начинали тренинг, Юра сказал, первое правило, не дрочим. Скажи свою точку... Всем, кроме нас, это можно, я... Нам, в Нарвоне, тоже можно. На Востоке, вот у меня просто научный руководитель, он индус, ситх, у них это вообще не практикуется. Вот твоя точка зрения по поводу, действительно, энергии, да, я как понимаю, если мы этого не делаем, мы эту энергию направляем на женщин. Ну, либо другие какие-то. Значит, смотрите. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Начну со второго, да, значит, потому что первый будет длиннее. Что такое энергия, да, это спокойствие в восприятии какого-то вызова. Куда энергия уходит? Наш ум постоянно за что-то цепляется, да, и одна из вещей, за которую он цепляется, это за секс, вожделение. То есть мужики общаются по работе, да, и там у них 90% общения идет о женщинах, да, о том, как там кому-нибудь вдуть, не вдуть и все остальное. И даже если не общаются, просто мысли в эту сторону уходят очень много. Поэтому техника полового сексуального воздержания, она называется брахмачари по науке, по науке, по индийской науке. Поэтому вы, по сути дела, пытаетесь сделать какое-то дело, то есть собрать энергию, но носите воду в дырявом ведре. И представьте себе, что ведро, и вот одна из дырок – это секс. И через нее много внимания уходит. Если вы заделываете дырку секс, то есть вы о сексе не думаете. Представь себе, что происходит в твоей жизни, если ты о сексе, когда это к делу не относится, не думаешь. То есть не думаешь на работе, не смотришь в порнуху, не теряешь время на это. То есть у тебя образуется куча энергии, куча сил. Во-первых, ты не выбрасываешь свой тестостерон, потому что, по сути дела, представь себе, то есть организм делает нечто, он делает, у тебя из организма забирает все самое лучшее для того, чтобы это выбросить, и одна мелкая из миллиардов частей способна родить новую жизнь. То есть это ты берешь и отдаешь достаточно много сил просто на физическом, на химическом плане. Плюс еще ментальные силы сюда много уходят. Если ты эту штуку постепенно купируешь, ну то есть закрываешь, то у тебя становится много времени, сил, энергии, внимания, у тебя тестостерон прыгает. На самом деле, то есть на этом тренинге нужно запрещать, ну то есть вводить сексуальное воздержание недели за две, потому что тестостерон начнет прыгнуть только на вторую неделю. А еще лучше, если ввести еще немножко голода. То есть если вас здесь, либо здесь хреново кормить, либо, короче, за пару дней до этого ограничить в еде, короче, или не кормить вообще и убрать сладкое, то у вас тестостерон прыгнет значительно быстрее. Вот. И вы будете ходить, вы будете общаться по-другому, вы будете смотреть на людей по-другому. У вас будет совершенно другое состояние. Я сейчас прочитаю кусок текста. Это чувак, он прожил 120 лет. Это известный китайский монах в Чане, да, в Чань. То есть что происходит, когда энергия не уходит? Я прожил в гроте три года. Все это время я питался сосновыми иголками и зелеными побегами травы. А питьем моим была вода из горных ручьев. Со временем мои штаны и башмаки износились, и у меня осталась только ряса, прикрывавшая тело. Мои волосы и борода отросли более чем на фут, так что я завязывал волосы в узел. Мой взор стал огненным и пронзительным, настолько, что те, кто меня видел, принимали меня за горного духа и убегали. Таким образом я избегал разговоров с посторонними. В течение первого и второго года моего затворничества я испытал много необычных переживаний. Но я воздерживался от их анализа и прогонял их, фокусируя ум в одной точке воспевания имени Будды. Это одна из техник медитации. В горных далях и среди болот на меня не набрасывались волки и тигры, меня не кусали змеи и насекомые. Я не жаждал ничьей симпатии и не ел домашней пищи. Лежа на земле и глядя в небо, я чувствовал, что вобрал в себя мириады вещей. Я испытывал огромную радость, будто был девом четвертого неба Тхьяны. Я считал, что самым большим бедствием для мирского человека является наличие у него рта и тела. Вспомнил одного древнего мудреца, который сказал, что его нищенская чаша может заглушить звон тысяч колоколов. Поскольку у меня не было даже чаши, я испытывал безмерную свободу, и ничто не могло мне помешать. Таким образом, ум мой был чист и свободен, и с каждым днем я становился сильнее. Зрение и слух обострились, походка стала легкой. Настолько, что мне казалось, будто я летаю по воздуху. Казалось необъяснимым, каким образом мне удалось достичь такого состояния. На третий год я мог совершенно не уставая в свое удовольствие передвигаться с места на место на любые расстояния, куда захочу. Было много гор, на которых можно было остановиться, и диких трав, которыми можно было питаться. Так что я отправился странствовать по разным местам. Так незаметно прошел год. То есть, когда есть, мы не используем свой потенциал. Мы живем, короче, на мизере, на подсосе. Это можно сравнить с нищим, который там собирает еду на помойке, да, по сравнению с тем потенциалом, который у нас реально есть. Поэтому в теме, то есть, если вы двигаетесь в плане женщин, я бы порекомендовал брахмачарию. Брахмачарию где-то 100-дневную. То есть, вы берете на 100 дней, ограничиваете, то есть, сексуальное воздержание. Поначалу будет сложно. Поначалу ум начнет в эту сторону лезть очень активно. Вам будут сниться сны эротические. Вы будете ставить в метро, короче, кто-то там пройдет мимо вас, короче, вы понимаете, что у вас встает, короче, просто так, по делу и без делу. Я хотел, Макс, программу ремарку, что, типа, ты говоришь, если вы не думаете об этом, будет так далее, тогда, то есть, как не думать, когда вы думаете, в какой момент сопротивление сломливается? Поначалу не получится. Примерно две недели или месяц сопротивление, то есть, ну, начинает, то есть, ситуация начинает переламливаться. То есть, до этого напряжение растет, растет, растет. Через две недели, месяц оно начинает чик в обратную сторону. Оно начинает успокаиваться, успокаиваться, успокаиваться. Вы выходите на плату примерно через два месяца. И у вас есть месяцок, чтобы в этом состоянии пожить. Когда я так делал, я впервые начал слушать женщину. Потому что обычно, когда я подхожу, короче, у меня в башке или мысли о том, что ей нужно сказать, или какие-то страхи, или еще какая-то херня. А тут я подхожу, короче, я понимаю, ну, то есть, у меня нет к ней ни секса, ни желания, ничего такого. То есть, я знаю, что мне еще там месяц ничего не светит. Вот. И поэтому я с ней общаюсь, и там, я ей вопросы задаю, вопросы, сука, по делу. И там, если я шучу, да, там, я не хочу ее там с помощью шутки вывести на секс, там, или еще. То есть, это очень прикольная штука. У меня началось следующее. То есть, ну, то есть, к концу срока ко мне стали просто приезжать домой. Они просто стали приезжать домой, валяться со мной в постели, или еще. Я говорю, извини, но еще, то есть, месяц еще никак. Ну, а может, там, а может, по-другому, а может, еще чем-то. То есть, ну, я с ними, да. То есть, я их до оргазма доводил. Вот. Ну, и ты искал, мне ебаться нельзя. Не, я рассказывал, говорю, слушай, у меня практика, у меня брахмачария. Я, у меня воздержание. Они хотели сэк. Вот. Сейчас. И, ну, второй, второй, который первый. Что сделать для начала? Значит, смотрите. Я много лет искал эту практику. Поэтому, в целом, самый лучший, самый короткий ход – это вот попасть на интенсив. Попадите на какой-то интенсив. Потому что, на самом деле, то есть, вся эта штука, она очень индивидуальна. Ну, для того, чтобы получить нормальные результаты, то есть, вы можете делать самостоятельно, угробить туда кучу времени, но делать даже не то, чтобы неправильно, а делать то, что вам не подходит. То есть, вы можете сидеть с закрытыми глазами, медитировать, наблюдать входящие и выходящие дыхания, но так и не дойти до нормальных состояний, просто потому что, ну, у вас нет квалификации увидеть, что там происходит. Просто потому что, на самом деле, должны быть включены несколько аспектов. Должно работать тело, у вас тело должно быть определенное, у вас эмоции должны быть подвижные, прокаченные, у вас внимание должно быть острым. Поэтому, самый простой способ, который я рекомендую, если бы я сидел сейчас на твоем месте, да, и если бы я сам себе давал бы рекомендации, я бы сказал, чувак, иди на интенсив, иди на ретрит, это будет самый короткий путь. Но если такой возможности нет, да, что бы я тогда сделал? Я бы тогда сделал следующие вещи. Вам нужен мастер, то есть, здесь нужен человек, потому что вы, это, ну, то есть, вопрос, который ты задаешь, это примерно, как научиться бороться. Ну, то есть, это, это навык поиска равновесия, поиск внутреннего равновесия, и он не подходит ни под один алгоритм. То есть, нельзя сказать, что там отклоняйся влево, а потом отклоняйся вправо, то есть, там, можно дать какие-то упражнения, но это все равно будет, алгоритм, он, ну, он будет либо очень сложный, чтобы самому эту штуку, то есть, представь себе, то есть, ты берешь, и вот эту штуку тебе нужно поставить, да, как, как словами рассказать, как это сделать? Это сложно, это сложно, ходить ногами, да, это же тоже достаточно сложный навык. Поэтому, короткий метод, вот это метод рекомендации, который подойдет всем. То есть, самое простое, найдите мастера, найдите тренера, то есть, чувака, который, ну, то есть, как-то в этой теме двигается, да. Да, и, ну, исходя из текущей ситуации, которая в стране есть, да, я бы рекомендовал самый простой метод – это йога. Но йога – это у тебя займет, ну, как минимум год для достижения нормального результата. Первые результаты ты почувствуешь через месяц-два, устойчивые результаты. То есть, скорее всего, ты там, ты сходишь на йогу первый раз, и, может быть, даже ничего не почувствуешь, или скажешь, о, ну, там, стал немножко поспокойнее. Или там, чай пил, чай был вкусный. Вот что-то произошло, но пока еще не понял, что. Но нормальные результаты придут через пару месяцев занятий, два-три раза в неделю. Поэтому, значит, вид йоги – это тоже алгоритм. Вам нужен мастер, нужен чувак, нужен кто-то, кто… Этот чувак должен вас вдохновлять. То есть, он такой, что вы пришли к нему, вы приходите, не знаю, в зал заниматься, или вы с ним общаетесь, и вам, у вас есть какой-то душевный коннект. Вот внутренний комплекс, вы прислушиваетесь к себе, его направляете. Если вы в Москве, значит, если вы в Москве, тогда я рекомендовал бы попробовать… Значит, мне заходила в свое время силовая йога. Силовая йога – это йога Айингара. Я не знаю сейчас тренеров в Москве, которые хорошо по этому ведут. Возможно, это Агапкин будет. Но мне больше нравятся последователи Сидерского, которые на Украине. То есть, я к нему на Украину ездил смотреть, заниматься. И у него сейчас есть онлайн-курсы, можно вот по онлайн-курсам как-то позаниматься. Значит, но опять же, то есть, по-хорошему, да, это чувак на тебя смотрит и говорит, смотри, ты делай, вот все делают вот это, а ты делай вот это. То есть, твоя задача – делать другие вещи. Значит, большинство людей, которые начинают, да, просто хотя бы приседайте. То есть, возьмите себе практику 30-50 приседаний в день. Потому что у начинающих очень много агрессии. Представьте себе, что агрессия – это скапливается энергия, которая здесь в голове собирается, и нужно ее выбросить. Для того, чтобы выбросить, нужно сделать заземление, чтобы она туда ушла. Заземление – это должны быть живые рабочие ноги. Живые рабочие ноги – это йога, шадоу-йога. Это последователь Айингара, забыл, как его зовут, Ситха Натратш, что-то там. Ну, короче, это чувак, был большим учеником Айингара, и он нашел какие-то древние тексты и стал, короче, стал их делать. Шадоу-йога, Натанга Зандер его зовут. В Австралии он живет, это крутой чувак. Здесь в Москве есть два его представителя. Один Филипп Иванов, а другой Андрей ГГГ, Андрей Нагэ фамилия. Но Андрей постоянно путешествует, а Филипп здесь в Москве, поэтому вы можете к нему попасть. Это из простых методов. Можно попасть на кундалини-йогу. Кундалини-йога дает быстрые результаты, то есть это так, это быстро почувствовать, что такое энергия. Значит, к кундалини-йога тоже нужен мастер. К кому я рекомендовал бы вам зайти посмотреть, это, наверное, сейчас скажу, сейчас скажу. Алексей, Алексей Макаров. Макаров, не помню имя, может быть, не Алексей. Макаров. Он на Бауманке ведет. Ну, то есть он такой, в принципе, известный тип. Значит, он прикольный. Из простого, что начать... То есть техники, которые крутые, нужен мастер и нужен за вами присмотр. После охренительной техники, если вы позанимались телом, вы чувствуете расслабление, вы чувствуете такую, ну, как бы, легкость. После техники, если она мощная, вы чувствуете, как будто бы с вас содрали кожу. Вы чувствуете себя невероятно чувствительным, и это может быть очень болезненно. Вы можете стать раздражительным невероятно. У меня был случай, короче, я после медитации иду, короче, несу там мешки с подушками для медитации, заношу их в центр для медитации. И там лестница, короче, и лестницу ремонтируют рабочие. Когда у вас есть энергия, это не значит, что вы такой спокойный, расслабленный чувак. Энергия – это как потенциальная энергия, как электрический заряд. То есть вы заряжены, и если что-то нужно, вы прям мгновенно туда уходите. Это может быть агрессия, это может быть любая вещь. Я иду, короче, с этим мешком, заношу, короче, и стоит мужик такой, и говорит, типа, ты не пройдешь, неси, короче, через черный ход. Он думал, что я гастарбайтер, который, то есть его подчиненный, что я пришел, там, не знаю, принес звездку ремонтировать лестницу. Он говорит, иди отсюда. Я говорю, дядя, дай пройти. А у меня вот лестница внутри, у меня дверь рядом. Говорю, дай пройти, я вообще не к тебе, ну отвали. Ну он что-то хрю мучает, мне говорит, а у меня мешок тяжелый, меня уже режет пальцы. Я пытаюсь мимо него пройти, он такой раз, мне заслоняет, и хоп, меня толкает с лестницы. Я такой бах, шаг назад делаю. Я прям понимаю, что вот просто как энергия во мне начинает раскручиваться. Я понимаю, что я так раз, руки отпускаю, короче, и я ему такой бах, короче. Ну он стоял, он выше меня, он двухметровый дядька, он на лестнице стоит, на несколько ступенек выше. И я бью, короче, я понимаю, что я просто в последний момент руку чуть в сторону увожу, короче, я ему не в пах ударил, а в бедро такой шлеп, короче. Раз, забегаю, короче, прям схватил его, короче, я понимаю, что я сейчас загрызу, сука, на этой лестнице. Я говорю, блядь, ты там, ты там, ты там, ты там, он такой, все, короче, хоп, он куда-то там звонить пошел сразу. Я такой стою, думаю, блядь, нехорошо получилось, надо извиниться. Я раз к нему, они такие гастарбайтеры стоят, говорят, ты куда? Я говорю, да надо объяснить человеку, что не так получилось, а не, 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 вот на тебе мешок, заноси, короче, говорит, уходи. Поэтому ищите не метод, не метод йоги, не то-то, не то-то, ищите человека, ищите человека, который научит. Это самый быстрый способ обучения. Поэтому если бы я давал совет себе, то есть я бы давал следующее. То есть первое, найди человека, который будет учить, иди на интенсив. Интенсив – это самый короткий метод освоить медитацию, получить высокие состояния и получить инструмент, с которым можно потом дома самостоятельно работать. Зачем убирать вот эти все штуки, если ты и так можешь достигать целей? Если ты и так можешь достигать целей, и тебя все устраивает, тогда лично тебе это не надо. Ну, а как понять, что мне это все-таки, ну, я не достигаю цели из-за того, что я не ем опилки, или из-за того, что я просто проебался и не сделал то, что надо было сделать? Может, мне надо было, там, не знаю, работать чуть побольше, или все-таки сразу начать мотивировать это, медитировать? Чувак, вообще, то есть, ну, то есть, то, о чем я рассказываю, это выбор, да? То есть, это выбор, то есть, ты выбираешь, как ты хочешь жить. Ты говоришь, я хожу по жизни, и у меня есть с собой чемодан моего прошлого опыта из детства. Страхи, комплексы, все остальное. Но в целом, если мне нужно, да, я всех своих целей достигаю. Я ношу этот чемодан, короче, но если мне нужно, там, побежать за телкой, я побежал. Цели, которые достигаю, они, в принципе, вполне нормальные. Ну, окей, ну, возможно, да, то есть, если ты от этого избавишься, ты будешь быстрее достигать цели, которые тебе нужны. Возможно, ты не заработаешь язву к какому-то возрасту. Вот, возможно, там, не знаю, ты… Представь себе, да, вот мы сейчас говорим о следующем. А еще в номер момент туда добавлю. Мне нужно перетрахать 50 телок, а потом из них выбрать ту, которую я буду любить по-настоящему. Это обязательное условие? То есть, я говорю, слушай, а если ты себя полюбишь, ты просто с теми телками, которые тебе разносят голову, ты не будешь общаться. Сейчас очень много пикап-теорий, да, они заключаются в том, что когда вы подходите к девчонке, и она вам говорит «нет», вы начинаете «Ах, нет, ну смотри, а я еще вот это умею, а еще вот так, а еще вот так». То есть, вы начинаете доказывать ей, что вы пиздатый. Это совершенно лишнее действие. Еще такой момент, вот все эти практики, они происходят, ну, как сказать, абстрагируешься от мира, кто-то в лес уходит. Там в Православии тоже такое есть, в монастыре люди уходят, и они там, ну, легко быть святым, когда ты с белками общаешься, все нормально. Если этот чувак приезжает потом в Москву, ну, он сможет потом дальше таким же быть. Возьми, возьми одну белку, да, общайся с ней. Как адаптировать это в рамках мегаполиса? Значит, смотри, я считаю, что… Ну, не то, что адаптировать, это такое вообще, в принципе, возможно. Я считаю, что, ну, вот есть уровень, вот здесь, в Москве, медитировать и быть просветленным, ну, это уровень хардкор. Это где-нибудь в Таиланде сидишь под пальмой, и тебе приносят хавчик, и ты там медитирующий. Это проще. Нет, тут я даже не то, что как лучше сделать, а, ну, имеет ли это ценность, если потом этого чувака, который там в лесу жил, вернуть потом в Москву, он такой, я весь хороший, я ни на кого не злюсь. Потом бабка в метро наступит на ногу, и посмотрим, какой он, просветленный или непросветленный. Тут вот в чем вопрос. Ну, я про это, я про это, слушайте, ну, я про это говорил, я про это говорил несколько, я про это говорил сегодня несколько раз про этот, про вызов, да. Нет, ну насчет опилок Юра сейчас шутит, пока Макс ищет. Да, нет, нет. Есть два варианта, как понять? Да, да, ребятам пока Макс ищет насчет опилок, вроде шутка, не шутка, но вчера была та же самая тема, когда еще не пойдя в поля, кто-то из вас начинает, а если это? А вдруг кто? А если вот это? Вы пошли, попробовали, пожрали в кавычках эти опилки, вы пережили этот опыт, и тогда часть вопросов отваливается сама, да, часть вопросов, и вы понимаете, это вообще ваше или не ваше, да? Макс предлагает... Ну, хорошо, медитацию тогда... Смотри, януш Корчак, он медитировал или нет, когда шел в этот... В этот... Он занимаетесь ниже, но... Кто вы, о чем сейчас опрашивали? Ну, там, кто-то, чего-то, я не в курсе медитировал. Ладно, окей. В тюрьме к Хэнпам Юнсел Ринпочи учил меня, степень твоей реализации станет понятной, когда ты столкнешься с трудными обстоятельствами. Ты не узнаешь ее, пока все хорошо. Когда вы оказываетесь в неприятной ситуации, испытываете огромную боль, возникновение сильных эмоций, только тогда вы узнаете уровень своей практики. Значит, ну, там дальше есть еще текст. Если ты находишься в благоприятных условиях и сохраняешь счастье, говоришь, круто. Но смысл медитации, смысл практики в том, чтобы ты в реальной жизни, в реальных условиях был спокойным. Спокойным, знающим, что тебе надо, и спокойно делал дела, которые тебе нужны. А если я делаю неспокойно, как бы все равно делаю и достигаю цели? Делай. Тут зависит от типа личности. Денчик, ты, в принципе, такой сам по себе намного более спокойный, чем я, например. Нет, я просто, наоборот, есть люди неспокойные совсем, как не я, да? И они делают... Ну вот, ты же делаешь и достигаешь. И я, например, понимаю, что... То есть я сейчас не про медитацию... Просто зачем на это вообще время тратить, если можно и без этого достигать цели? А я не могу без этого быть, ну, без чего еще раз. А что бы ты достигал, если бы ты был еще и в этом спокойный? Тогда, хорошо, такой вопрос, как долго надо пробовать? Может, ты просто говоришь, я самый сильный в этом, в песочнице, да? Я зашел, короче, их всех раскидал. Ну, так у тебя просто вызовы. Я ни одного олимпийского чемпиона не видел, который в лес спрятался, ел опилки, потом дольше всех там куда-то шел. Потому что они не говорят тебе. Ну, может быть, да. Как долго тогда надо это пробовать? Ну, вот я пробую медитацию, через какое время должен прийти результат? А это, скажем, есть цель, а есть смысл, да? То есть получается, если ты это, блядь, как цель ставишь, да, что типа через месяц должен быть результат, и будешь ждать этого, ну, это я сейчас свое понимаю, я скажу, будешь ждать результата, нихуя не будет. Вот как только ты говоришь, я это буду делать, вот, блядь, и когда-нибудь я пойму, что что-то происходит, ну, наверное, да. Потому что мне Ирка тоже, когда говорит, делай погружение, я говорю, а когда, блядь, я расслаблюсь? Она говорит, если ты будешь все погружение думать, когда я расслаблюсь, ты нихуя ей не расслабишься. Тут вот затрагивался такой вопрос. Мне лично в жизни больше всего не хватает работы в одну точку, вот к этому как прийти. Я постоянно... Что бы работа в одну точку? Ну, вот ты говорила, что есть мужик, который сел там под пальму, на одном, и у него сразу достиг. Вот я не могу сконцентрироваться на одном, я сразу делаю много. Ты недостаточно сил тратишь на то, чтобы это получить. Ну, вот как... Нужно это развивать, тратить на это силы и развивать. Как именно? С медитацией на свечу, да? С медитацией в том числе. Вот нет, я сейчас тебе свой опыт рассказываю. Я вообще человек неспокойный, и как ни странно, типа медитация, это, ну, по большому счету, если внешне посмотреть, человек нихуя не делает. Ну, так, если внешне, да? И тебе кажется, что, блядь, что сложно, что-то 30 минут посидеть, вот так вот стараться не моргать, ну, там, не будем нюансы описывать, да, смотреть на свечу. Сука, я когда там сижу, я вставлю будильник на 30 минут, да не надо, ну, чтобы знать, что, типа, ну, 30, понимаешь, чтобы не думать о времени, потому что если я еще буду думать о времени, я съебусь через 5 минут. И вот для меня до сих пор, короче, я, блядь, не могу досидеть 30 минут. Я сижу, вроде меня получается медитировать, но все, моя нутро говорит, блядь, ты что здесь сидишь, ну, надо что-то делать, типа, вставай. И вот, ну, я для себя, как сказать, представляю, что тренировка, вот, нацеленность на что-то одно, да, там, и сосредоточение, она, в том числе, и в этом для меня, это одна из практик, потому что я из детска хочу встать и съебаться, блядь, я даже не понимаю, почему, даже мне никуда не надо, я просто не хочу быть здесь и смотреть на эту ебаную свечу, понимаешь? Один из самых простых способов медитации, Так это физически, это наука, Вова, это физическое состояние. Ты, например, идти четыре часа намного проще, намного проще, чем стоять четыре часа. Я для себя вижу то, что если я буду, научусь концентрироваться на этой, блядь, свече, и сделаю это регулярной практикой, значит, у меня будет польза и в обычной жизни, когда я пишу, блядь, там, книжку, или, не знаю, делаю какой-то сайт, я буду делать этот сайт, блядь, а не рассеиваться на кучу, а, вот это еще, вот это еще. Я думаю, что это должно так сработать. У меня, короче, то есть, ну, вот кейс, кейс буквально недавний, да, два кейса расскажу. Значит, первый кейс, чувак, я ему даю, то есть, практика комплексная, я ему даю утреннюю, вечернюю практику, они простые, утром, там, сделать сурья намаскар, с фиксацией 30 секунд в асане, медитации, наблюдения за дыханием, в течение дня, несколько раз у него звонит, звонит будильник, он делает у Диана Бандху, это, ну, вакуум, как у качков, то есть, выдохнули и втянули, стимулируются внутренние органы в животе, значит, и вечерняя практика, смотрение на свечку. Проходит, то есть, нужно время, чтобы этот процесс раскачался, да, то есть, он раскачивается, через месяц происходит следующее, он говорит, Макс, у меня, говорит, внимание становится очень острым, то есть, если нужно работать, он говорит, до этого, да, до этого телефон позвонил, да, или какая-то смска пришла, и он, он говорит, говорит, я не могу туда не залезть, то есть, я вижу, что началось, короче, я не могу, он говорит, если я сел, короче, в работу, чик, я понимаю, что я, ну, то есть, я управляю вниманием, если я захочу, я полезу, Но если я не хочу, короче, то есть на меня эти телефоны и прочие штуки не влияют. Он говорит, я становлюсь просто предельно концентрирован в работе. То есть меня не отвлекают люди, которые ходят, разговаривают или еще что-то такое. Я просто беру, короче, и делаю дело. Он говорит, мне эта штука принесла, ну, то есть для него, да, она ему принесла там в районе тысячи, семьсот, семьсот тысяч рублей, тысячи, десяти тысяч долларов в месяц. Именно для этого какой вид медитации надо использовать? Он делал комплексные вещи, которые подобраны были для него. Значит, смотрите, ребят, я не могу дать, я не могу дать одно на всех. Значит, я могу, ну, то есть, потому что тебе эта штука может не подойти. Я могу тебе дать, ну, то есть, на твой страх и риск. То есть будешь сам пробовать, зайдет или не зайдет. Сурья намаскар – это утренний комплекс, где ты проходишь по всем крупным мышцам с фиксацией вас, они в течение 30 секунд. Это медитация с наблюдением за дыханием в течение получаса, он это делал утром. Это есть приложение, называется MindJogger. Вы выставляете временной диапазон и количество напоминаний, и он в случайные моменты времени вам дает напоминание. Во время напоминания он делал у Диана Бандха. И вечерняя практика называется Тратака – смотрение на свечку. Я тебе просто, Денчик, ну, как бы тебе говорю, да, но это всех касается и меня. Я вот для себя как объяснил, что я ни хера не потеряю, если даже вот скажу себе, а да я попробую, ну, типа, блядь, я в этом вижу логический какой-то смысл, у меня сейчас проблема в терпении, ну, это и, блядь, и тренирует, соответственно, терпение по логике вещей. И я себе сказал, что если я попробую, я что, блядь, жизнь что-то там проебу, например, дай-ка я два месяца подряд буду делать каждый день какую-то практику. Вот, мы же замечаем таких людей, даже на тренинге, которые проебуют. Когда начинают люди скептически относиться, ну, я им всегда задаю вопрос, а ты что-то потеряешь от этого? Это же, блядь, как, попробовать, понимаешь, а вдруг прикольно, а вдруг ты увидишь, как тебе сказать, ну, физическое подтверждение в жизни, вот там, в своем бизнесе, в чем угодно, вот этих всех вещей. И тут еще один момент, что если ты это делаешь, изначально с состоянием скепсиса, типа, да это хуйня, сейчас вот два месяца пройдет, и ничего не будет, так и ничего не будет. А если ты себе говоришь, ну, как за плацебо цепляешься, говоришь, так, блядь, я хочу, чтобы было, ну, ладно, я, конечно, это не доверяю, но я посмотрю. Но я хочу увидеть результаты, понимаешь, когда ты начинаешь вниманием искать этот результат, ты любые вещи, но будешь, так сказать, видеть, как положительное подтверждение, понимаешь, если ты изначально скажешь, да это все хуйня, тогда лучше не пробовать. Ну, то есть, в моем понимании, просто, типа, а хули не попробовать, короче, если там вот коротко. И вот со свечкой для меня это прямо, сука, закус, потому что я каждый раз сажусь, думаю, сука, ну, я его днем делаю. Блядь, я хочу уйти, короче. И вот это даже, знаешь, когда какое-то преодоление себя, это уже наполняет тебя энергией, потому что ты начинаешь чувствовать себя энергетически пизжей, потому что ты сказал себе, так, блядь, сидеть, ты не животное, которое пошел, там, а, я хочу есть, я хочу спать все равно, блядь. А ты сказал себе, и ты это выполнил, ты такой, о, заебись тут, сила воли. Даже с этой точки зрения, ну, я в этом вижу плюс. Максим, вот ты говорил, что, как бы, было 20 девушек, которые действительно тянулись к тебе, как-то любили тебя, ты им позволял это делать, то такой вопрос у меня, вопрос совести, который, в принципе, он у меня возникает. То есть, а не поступаешь ли ты, ну, как-то против совести, то есть, не обманываешь девушек тем самым, что позволяешь всем? Наоборот, я им рассказывал все про себя. Я рассказывал про себя, про свои ценности, про то, что я делаю, что у меня есть много, что есть другие. Я при ними общался. Некоторые, благодаря этому, стали трахаться друг с другом, короче, помимо меня. То есть, я иногда прихожу домой, там, кто-то трахается, блядь. А у тебя, понимаешь, это как раз наоборот, а здесь, в чайной секунде, не рассказывая другим девушкам о других. Да, было бы, это и проблема, да, я замекаю, что. Если я обманывал, мне было тяжело. Я говорю, там, помнишь, мы с тобой кино смотрели? Нет, ты не со мной смотрел кино. Ты такой, оп. Оп, да. Ночью лежишь, короче, там, звонок в 2 часа ночи, там, какая-нибудь пьяная тёлка там. Ты где? Я сейчас приеду. И ты понимаешь, что я положу трубку, а рядом лежит такая, она прям каменная, она напряглась. И вот сейчас, ну, вот, ты сейчас положишь трубку, и сейчас начнётся. Вот. А тут, наоборот, всё было настолько на лайки, настолько мягко. Но это, кстати, сложнее. Они прикинулись, вот эти 20 штук, они сами по себе прикинулись. Или ты прям цельно ставишь, что вот это должна быть... Нет, я ходил, знакомых, я ни на кого не давил, не настаивал. А если, допустим, появляется 21-я, которую ты прям хочешь, чтобы она была в этой компании? Я разбираюсь с желанием тогда. Я смотрю на желание, а что такое желание, почему хочешь, а как это проживается. Я его выражаю, проживаю, отпускаю. Не должно быть зависимости. То есть я при помощи медитации избавляюсь от зависимости от всех. То есть у меня нет критичности. Ну, получается, получается, нет, значит, нет. То есть я нигде там не тащу за собой светлое будущее. Я, наоборот, ну, точно расслаболен. Я, ну, то есть вот если до этого я был такой охотник питбуль, то есть я выслеживал тёлку, я в неё вцеплялся, короче. И как это, знаете, он же так, ну, питбуль, раз-раз-раз-раз-раз, пока в горло не перегрызёт. То я стал, наоборот, как его, садовником. То есть вот-вот растёт цветочек, хоп, я его там подвязал. О, а здесь уже созрела грушка, хоп. Ну, это тоже, видишь, есть такое, вот есть садовники, если уж остановились на этом примере. Есть садовники, вот что выросло, то выросло. Я кайфую от одуванчиков. А есть, которые ставят цель, нет, сука, вот Сибирь, а я посажу розы. То есть, ну, и он в итоге посадит и сделает. Ну, то есть я смотрю, кто мне нравится, да, и эти сажаю. То есть я, ну, то есть я не подходил знакомиться к тем, кто мне не нравится. Это первая штука, которая происходит, вы перестаёте делать то, что вам не нравится. Тут ещё Макс сказал, что, ну, неправильно то, что когда тёлка говорит нет, и вы начинаете преодолевать это нет. Да, Денис, преодолевать это нет. И пытаться как бы доказать, что вы пиздатый, да, типа, нет, погоди, да. И настолько я от себя просто своим мнением поделюсь, что сейчас это единственное, что вам остаётся, и что вы должны делать. То есть и вот на данном этапе, да, вы должны делать именно так. Типа, нет, нихуя не нет, короче, потому что я пиздатый. А когда вы уже в этом что-то будете получать каких-то результатов, несомненно, не то, что неплохо бы, а желательно, и вообще, в принципе, единственный правильный путь, это перейти туда, о чём говорит Макс. Когда уже отказаться от этого, то есть от всяких прожимов, убеждений и так далее. Но вы сразу туда не телепортируетесь. Но при этом важный момент, что вы уже сейчас должны об этом начать думать. Вот, ну, я так думаю. То есть вы внешне должны доказывать, нет, я тебе докажу, что я пиздатый, а внутренне в подкорке держать, пытаться словить состояние такое, да, типа, вот неплохо ей. Начать с этого, я думаю. Или это следующий шаг, куда вы придёте рано или поздно. То есть сейчас сосредоточьтесь на том, о чём говорит Володя. Потому что есть такой момент хитрый, что здесь кто-то неправильно поймёт, скажет, да, я же не должен тогда настаивать, и типа, я же пиздатый. То есть это вот сейчас, на данную секунду вашей жизни, оно вас не приведёт ни к чему. Поэтому вы сейчас, да, пойдёте и скажете, не, ни хера, я всё равно добьюсь. Но когда вы там начнёте получать результат, начните сразу уже пытаться искать вот то, о чём говорит Макс. Это следующий этап, и он намного более охуенный. То есть я умел делать все... Меньше энергии затрачивается. Все этапы соблазнения я умел делать, вот. Но поменялось качество, как я это делал. Ну и то количество энергии, которое ты затрачиваешь, да, потому что некоторые там, приходя откуда-то с полей или со свиданки, чувствуют себя, блядь, как будто вы там, известно, трактор разгрузили с цементом. Это тоже не есть хорошо. Да, вы получили результат, но вопрос какой ценой и в каком состоянии вы после этого находитесь, блядь. Весь в поту или, знаешь, на лайте, типа, это то же самое, когда у меня до сих пор не проработана тема денег. То есть когда я начинаю напрягать тему денег, блядь, постоянно проверять почту, там, блядь, пришли ли какие-то оплаты, заявки, сука, как назло ничего, ну, как вот это вожделение, оно просто убирает вот это все. Я не знаю, как это работает, это работает. Я, ну, погружаюсь в, есть такое, это, как оно называется, блядь, аутогенное погружение, правда, у меня с этим тоже проблема, потому что я через раз себя чувствую там хорошо, через раз мне прям хочется встать, съебаться, ну, че я тут лежу, нахуй. Но как только мне удается расслабиться в аутогенном погружении, ну, это аналог какой-то, да, то есть немножко не то, о чем говорит Макс. То есть та тема круче, на самом деле. То есть как бы я из него выхожу, там, потягиваюсь, вот смотрю, хуяк в почте уже прилетело несколько там оплат, я не знаю, как это объяснить. Такое ощущение, что я как бы напрягаюсь сам, напрягаю мир, который мне и так все несет, ну, как бы я же там дитя мира, сейчас мы не там, давайте поплянушим, мы бафтисты, мы не об этом, да. Я не знаю, как это работает в физическом смысле слова, но это работает. Вот, когда я начинаю напрягать мир, он хочет мне принести все, что я хочу, но он упирается в какое-то говно, которое я же сам и создаю. Как только я расслабляюсь, это само начинает идти, как будто я вот этот щит убираю, понимаете. То есть я не знаю, как это объяснить, это нужно только на себе испытать. Будете хуярить, как бешеные. Давайте, ребята, конечно. Это вопрос из области скептиков. Прочитав книгу, которую порекомендовал Володя, автор, он говорит то, что, будучи где-то в юго-восточной Азии, видел тех самых мудрецов, которые преодолевали гравитацию. Вот эта фраза у меня вызвала скептик. Что-то я больше не думаю. Я абсолютно так же к этому отношусь. Я очень скептичный. То есть я все пропускаю через себя, и у меня ум достаточно скептичный. Я не верю, сука, есть физика. Я не верю в нарушение физики. То есть это, ну там, может быть, у кого-то были глюки, да, он там обкурился гашиш и говорит, о, смотрите, он летает, да, там, ха-ха-ха. Я не знаю, что с ним будет. Я в такие вещи не верю. Есть тело, у тела есть определенные данности, да. Но есть психика, и у психики другие законы. Но они не проявлены в материальном мире таким образом. Я склонен, да. Я не верю в эти, знаете, там, как его, энергетический удар, там, или еще какая-нибудь теряя. А, когда на расстоянии типа падает. Да, 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 там, на него бегут 50 человек, он там руками машет. И они вот так отзывают. То есть все это полная херня. Значит, во что я верю, демонстрируется следующей притчей. Значит, два ученика встречаются, один говорит, Наш мастер может там взглядом спилить дерево. Наш мастер может так стоять, короче, на одном берегу реки водить кисточкой, да. А на другом берегу реки будет стоять человек, и у него будут появляться иероглифы. Второй говорит, а наш мастер, говорит, когда он ест, то он ест. Когда он спит, то он спит. Когда он гуляет, то он гуляет. Говорит, ну, чувак, это же все могут. Говорит, нет. Все люди, когда едят, они там думают, мечтают, разговаривают, внутри ругаются. Телефон не влажает. Да. Когда там, когда спят, у них там кошмары им снятся, еще очень. Когда гуляют, у них, ну, параллельно происходит 10 тысяч дел. Я говорю, настоящее волшебство, настоящее магия, это в один момент времени делать одно действие. Это предельная концентрация в текущем моменте здесь, сейчас. В это я верю. Я считаю, что, ну, это есть, это возможно, я это сам видел, я это сам чувствовал. Я считаю, что это единство, это единственная магия. А вот это, это фокусы. Ну, и про статью, Раф, я думаю, что он просто, наверное, знаешь, так сказать, аллегорией такой назвал. То есть, я не думаю, что он прям это все видел, ну, не надо к этому так и наноситься. Просто чел тем самым дал понять, что он увидел многое. Я тоже, честно говоря, смутно себе представляю, чтобы чувак полетел. Саня, у тебя долгие вопросы? Нет, быстро. Как ты относишься к технике на Сорфинг? Значит, я читал книгу «Транссерфинг», и там есть, ну, вот это, мне она не понравилась, потому что там, если это маятники, маятники, то это маятники. То есть, он берет одну штуку и вдалбливает ее, вдалбливает, вдалбливает, то есть, мне она показалась нудной, да. Но в целом это некая модель. То есть, представь себе, что есть, ну, какая-то большая, большой объект, да, и на этот объект можно посмотреть с разных сторон. И разными словами это описать. Поэтому я считаю, что «Транссерфинг», «Библия», «Буддизм» и прочие вещи, то есть, они дают описание одного объекта, но каждая с разных сторон. Вот. То есть, в целом это одна из точек зрения на внутренний мир, на устройство внутреннего мира. И она, ну, то есть, для современного человека определенным образом, ну, то есть, она использует современные слова. Каждый набирает тот язык, как бы, ну, для себя. Который ему ближе, ты веришь, правильно, я понимаю. Да ничего не будет, ты не веришь в Бога, там, в Библию, я не знаю. Будду, ты выберешь «Транссерфинг», типа, скажешь, «Все хуйня», вот здесь есть логика. Кто-то скажет «Все хуйня», вот есть Бог, там, он там позаботится, там, надо только, так сказать, расслабиться, ну, отпустить. Там, все воля Божия. А это то же самое, как отпустить хват, туда, типа, расслабить потенциал. Это же воля Божия. То есть, это просто удобный для тебя триггер, которым ты можешь себе объяснять, чтобы это работало. Да, какая разница, блядь, хоть ты это назови, верой волнатой. Я тебе даже больше скажу, это будет работать, даже если ты никак это не будешь называть, понимаешь? О чем я рассказывал сегодня? Есть внешний мир, есть внутренний мир. Нас учат работать с внешним миром. С детства мы изучаем внешний мир. Все предметы, все остальное, то есть, мы направлено, мы не изучаем, как работают эмоции, как они связаны, как связаны с мышлением, что бывает состояние безмыслия, все остальное. В нашей культуре этого нет. И в целом в мире этого не так уж и много. Но внутренний мир, тем не менее, существует. То есть, первое, происходит некое игнорирование внутреннего мира, а он есть. И он влияет на жизнь, влияет сильно. Поэтому я для себя, когда нашел способ влияния на внутренний мир, во-первых, я офигел. Я увидел, что можно качественно влиять на жизнь. Можно качественно влиять на восприятие жизни. Это раз. Второе. Жизнь не становится проще. То есть, сказать, что я помедитировал и стал, и все мои проблемы куда-то убежали, это форма наркомании. То есть, да, я однажды в эту ловушку попал. То есть, я в целом научился решать все свои проблемы, просто сидя в медитации. То есть, у меня какая-то проблема, хоп, я сел помедитировать. Я жил без денег достаточно долгое время. То есть, когда один, это вообще было легко. Мне не нужна была яхта, потому что у меня у друзей была яхта. Вот. И я знал, то есть, ну, я пользовался просто социальным капиталом. У меня не было, то есть, там, какой-то большой работы, зарплаты и всего остального. Но если мне нужно было, не знаю, там, потусоваться, у меня есть чувак, у него яхты, на яхте есть все, все, что нужно. Ему нравятся девчонки, там, такие-то, с такими-то, с такими-то параметрами. Вот. Я ему говорю, я к тебе приеду, он говорит, да, конечно, приезжай. Макс, всегда, да, всегда рад. Поэтому квартиры, клубы, короче, прочие вещи, они были мне доступны. Значит, и я решал вопросы внешнего мира просто сидя-сидя в медитации. Но это, это как героин, да, то есть, я сел помедитировать, хоп, героином закинулся, и все хорошо. Однажды я увидел, что мои близкие от этого страдают. Я увидел, что, ну, как бы, мне хорошо, но моим близким не очень хорошо. Жрать-то хочется. И тогда, короче, вышел из медитации, стал смотреть, что можно сделать. И то, что я хочу до вас донести, да, оно заключается в том, что есть методы, которые вы можете приводить себя в порядок. Медитация, психология, психотерапия, просто бегать, просто заниматься телом, тренировками, да. Когда вы хорошо потренировались, вы идете, вы расслаблены, и всякая херня в голову не идет. Если вы этим системно занимаетесь, у вас она системно в голову не идет. И мое послание заключается в том, чтобы вы медитировали или как-то приводили себя в порядок, и уже шли в тот контекст, который вам нужен, что бы это ни было. То есть я сейчас, ну, то есть моя работа сейчас основная, ко мне приходит народ из бизнеса. Я раньше занимался пикаперами, то есть я приходил, я просто пришел, потому что Володя позвал. Говорит, Макс, приходи. Моя основная работа сейчас – это коучинг, то есть народы связанных с бизнесом. Приходит человек и говорит, Макс, мне, короче, 45 лет, он ездит на Бентли, он управляет какими-то там здоровыми площадями. Вот, и он наемный директор. Он говорит, Макс, я сейчас, короче, то есть пройдет 5 лет, меня, короче, уберут с этой темы. Я не хочу терять в качестве жизни, но открыть новый бизнес мне стремно, потому что есть мышление собственника, да, и мышление наемного работника, они разные. Даже если он директор, разные. И он говорит, блин, мне стремно, что делать? Я говорю, окей, давай. Я с ним делаю просто одно, я просто привожу его в порядок. Он приходит в порядок и идет дальше решать дела. Он приходит в свою контору и в спокойном состоянии разговаривает с тремя учредителями. Все три, короче, это бывшие бандиты, короче, один из них хочет его убить. Перспективно. А? Перспективно. Да. И вот, ну, то есть его задача просто, то есть спокойно все это дело разруливать. Потому что если он эмоционально вовлекается, короче, они его просто разматывают на раз, два, три. То есть он по итогам занятий, да, он говорит, чувак, я понимаю, что все, мне нужен бизнес, мне нужен бизнес отдельный. И он начал в эту сторону что-то делать. То есть у него есть деньги, он там нанял какую-то команду, сейчас они делают колл-центр. Нашел молодых парней, которых проинвестировал, очень смешно поступает. И они двигают тем, вот. И что бы у вас ни было, да, то есть вы приводите себя в порядок и начинайте общаться с девчонками, начинайте знакомиться с девчонками. Потому что когда вы медитируете, приводите себя в порядок, идете в пикапе, у вас получается, вы находите классные девчонки. Когда вы делаете то же самое, идете в бизнес, идете, делаете другие дела, у вас другие дела тоже двигаются. Поэтому мое послание сейчас, приводите себя в порядок, да, и занимайтесь с девчонками. Потому что сейчас это сфера вашего интереса. Да, ребят, да, сейчас, значит, медитация, ну, как я для себя понимаю, это вспомогательный инструмент, такой же, как для кого-то другого спорт, для кого-то другого что-то еще. Ну, то есть это инструмент, который не вчера появился, да, и, наверное, если его придумали древние, значит, в этой штуке какая-то есть польза. И так же, как и любой другой инструмент, если это внедрять, не так, что раз в месяц сходил в качалку. Бля, что за хуйня, почему я не стал так лучше, да? Плюс ты говоришь по поводу того, что это решило все твои проблемы. В принципе, я считаю, что ставить вопрос таким образом, что относительно к любой вещи в мире решить ли это все проблемы, это нелогично. Да, нет какой-то особенной космической хуйни в этом мире, она не изобретена, которая решает все проблемы, ну, кроме смерти. Я еще добавлю, да, жизнь становится, она не становится проще, она не становится проще, но она становится интереснее. То есть вы начинаете принимать более серьезные вызовы. Если брать девчонок, да, то, ну, то есть вначале вы подходите, да, ну, знакомитесь, есть у Тарасова, Владимир Тарасов, книга для героев, это моя книга номер один. Перечитываю раз в год просто в обязательном порядке. Это древние китайские притчи, собранные там определенные глажи. Там есть притчи про учителя боевых петухов. Боевых кого? Боевых петухов. Князь принес своего петуха боевого к учителю боевых петухов, говорит, научи его. Приходит через неделю, говорит, готов? Он говорит, нет, еще не готов. Он всех боится, всех шугается, на чужие крики реагирует, не готов. Через неделю приходит, ну, что, говорит, готов? Он говорит, нет, еще не готов, потому что он его переполняет яростой, злостью, на всех кидается, со всеми дерется. Через неделю приходит, ну, что, готов? Он говорит, да, теперь готов. Он неподвижен, словно вылезан из дерева. На чужие крики не реагирует. Но другие петухи, завидев его, убегают прочь, боятся с ним драться, убегают. Когда, то есть, вот эти стадии развития относительно девчонок, да, раньше пафосные девчонки, для меня такое понятие существовало. Это какие-то там, дочка банкира, или вот какие-то вот они гламурные, гламурные девчонки. Раньше я их боялся. То есть, я понимал, что для меня это был вызов. Потом, с приходом техник медитации и внутренней работы, появляется просто сила, внутренняя сила. И я стал на них кидаться. То есть, если для меня, если она была какая-то там невероятная, для меня это просто был вызов, ну, то есть, я должен был туда влезть. Я помню случай, короче, когда я стою в баре Луч, заходит чувак такой, вот такую бородой, вот, с двумя нереальными блондинками, короче. И я стою такой, я понимаю, что, ну, вот, мне нужно подойти туда и поговорить. Потому что, я понимаю, что, ну, то есть, я жду друга. Друг должен прийти там через пять минут. Я понимаю, что если друг сейчас придет, то я точно не подойду. Поэтому мне нужно, я такой, раз, два, три, хоп, пошел, короче. Начинаю разговаривать. Разговариваю, разговариваю. И потом этот чувак такой, молодой человек, мы хотели бы там провести вечер не в вашей компании. Вот, я так, ну, ладно, все. Там на меня уже толки реагировать стали. И для меня это было соревнование. Я соревновался с этим чуваком, на самом деле. Не за внимание телок соревновался с этим чуваком. Доказывал, что в себе. Это вторая стадия петуха, да, когда я наоборот кидался. Если она какая-то особая, если она еще с парнем, если еще парень какой-то приконит, все, надо мне там, я должен сейчас прийти доказать ему. А потом, однажды произошло следующее. То есть это был какой-то клуб, где-то на Красном Октябре. Рай, не ранее, никто не какой. Я помню, короче, стоит такая девчонка, и она в этом такая, она рыжая, короче, у нее такие глаза зеленые, платье какое-то зеленое. Она, то есть, явно там с модельным или прошлым, или настоящим, короче. С ней, короче, какие-то там, чувак такой тоже модный. И чувак отходит, короче, я вижу, к ней подходят мужики, и они прям отлетают, как шарики для бенпона. То есть она им говорит что-то такое, а я понимаю, что в клубе, когда подходят, говорят, ну, не так быстро отлетают. Я видел, какие чуваки к ней подходили, они такие прям, ну, то есть нарядные, видно, что прикольные чуваки. Ну, она им что-то такое отвечала, что они прям ретировались в моментах, я думаю, блядь, надо, сука, разобраться. И я подхожу, короче, такой, я подхожу, у меня там какие-то шаблоны такие, то есть я вот что, какой-то там, некхит ей готов сказать, там, раз, раз, раз. Я только подхожу, короче, я понимаю, что я хочу сказать совершенно не это. Я начинаю говорить, я не помню, ну, то есть это, я начал с комплимента, да, то есть я начал там, по-по-по, там, что-то там про улыбку, про глаза, про платье, так, раз, что-то разговариваю совершенно без напряга. Вот из этого спокойного состояния. И она со мной раз разговаривает, разговаривает, короче, потом подходит этот чувак, потом, ну, то есть это она, она говорит, слушай, я здесь там с молодым человеком, то есть мы к ней поболтали, молодой пожилой чувак, мы с ним пообщаемся, она говорит, блин, такой охрененный, мне говорит, есть подруга, короче, сейчас она придет, она, короче, там тоже какая-то там звезда, говорит, все, вы должны познакомиться, поехали тусоваться, я с ними попадаю в компанию, и для меня вот эти пафосные тёлки, они просто бах, исчезают. То есть я понимаю, что она, в принципе, такой же обычный человек, вот обычный, как все, как я, как вы, со своими тараканами и прочими вещами, радостями, грустями, всем остальным. То есть появляется сила, и потом эта сила становится много, бах, и сама проблема просто исчезает, но тогда появляется новый вызов. И вот жизнь становится не проще, но интереснее. Просто приходят новые вызовы, более интересные, вы начинаете принимать более интересные вызовы. Вот про это я хочу. Всё, ребят, значит, смотрите. Всё, ребят, значит, смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова